Продолжение следует... ...накануне Мюнхенской конференции по безопасности. Проведенные президентом Ильхамом Алиевым в рамках Мюнхенской конференции встречи с председателем, генеральным секретарем ОБСЕ, госсекретарем США, канцлером Германии, председателем Мюнхенской конференции по безопасности, обмен мнениями являются ярким примером растущего авторитета Азербайджана. Эти встречи и переговоры еще раз подчеркнули огромный вклад Азербайджана как ведущего государства Южного Кавказа, а также Европы в мир и безопасность, его значение в энергетической безопасности региона и континента. Президент Ильхам Алиев во время выступления на церемонии инаугурации 14 февраля сделал ряд важных заявлений. «Мы будем и дальше предпринимать свои шаги, связанные с международными организациями. Продолжим наши усилия, в первую очередь, в рамках организации тюркских государств. Это для нас приоритет, и я хочу заявить об этом открыто. Наверное, проводимая сейчас политика ясно дает всем это понять. Это для нас основная международная организация, потому что это наша семья. «У нас нет другой семьи. Наша семья – это тюркский мир», – сказал президент Ильхам Алиев, подчеркнув, что в эту новую эпоху мы должны открыть новые горизонты во внешней политике. Азербайджан – государство, искренне желающее создание устойчивой мирной среды не только на Южном Кавказе, но и в Европе и мире. Многочисленные обращения на Мюнхенской конференции глав государств и правительств, руководителей ведущих международных финансовых центров, авторитетных организаций для встречи с президентом Ильхамом Алиевым являются наглядным примером возрастающей роли Азербайджана в мире и личного авторитета лидера страны. За два дня на конференции президент Азербайджана провел 24 встречи, и хотя были обращения к азербайджанской стороне, относительно еще 10 встреч, реализовать их с точки зрения времени не представилось возможным. Запад еще раз увидел, что в отличие от Армении, цель Азербайджана на Мюнхенской конференции по безопасности – не просить помощи, содействия или посредничества, а донести основные контуры своей внешней политики, обсудить вопросы взаимного сотрудничества, поделиться своим мнением и предложениями по вопросам, связанным с энергетической безопасностью Европы. Потому что Азербайджан – одна из самых заинтересованных сторон в вопросе безопасности региона и континента.